доброе утро дорогие друзья приветствую вас этим теплым летним утром когда у всех светит солнце у всех хорошее настроение все готовы заработать кучу денег и кто с таким настроением пришли обязательно заработают меня зовут игорь суздальцев мы начинаем программу торговый план на интерстриме трейдеров utrade tv сегодня у нас 26 июля 2018 года четверг обычно это хороший трендовый день сегодня тем более есть хорошие фундаментальные новости как основание для движения давайте посмотрим технический анализ что нам сегодня говорит как жить и работать биткоин коллеги вчера снизился сегодня подрастает мне кажется что цель 8 439 которая была показана вчера вполне себе есть вполне вижу биток наверх ну и тренд последних дней однозначен наверх и фильм classic третий день растет light coin light coin стоит друзья а это кстати был просто эфириум не классика просто эфириум а лайт лайткоин друзья стоит второй день на открытии по сути чуть вверх чуть вниз нет лайткоин рынка нет эфириум classic наверх зикэш наверх дэш слабенько наверх вчера тем более снизился нет там рынком и манера всю неделю растет хорошо мне кажется тоже сегодня можно поставить тем более манера пробивает важный уровень 14133 да она уже пытается его с конца июня пробить эта песня долгая но когда-то что-то должно случиться я верю в манера американский сорт нефти друзья да нефть вчера конечно сильно погуляла закрылись в плюс монета кстати вчера была бай вчера она была права сегодня с гэпом ушли наверх опять простем американский сорт нефти wti сентябрьский контракт 69 долларов 51 цен за баррель да нефть наверх кстати говоря давайте посмотрим как это было вчера на часовом графике а разводка была капитальная на новости на самой новость была минус 6 миллионов баррелей она положительная была новость но на самой новости посмотрите как вот у нас 17 30 полчасовка первые полчаса вниз вверх потом вверх вверх в общем развели капитально давайте посмотрим на первом части какое было у нас на первом части торговый диапазон вверх вниз был доллар 15 посносила вверх вниз а на втором части с 18 00 рост составил максимальный доллар 26 вот это да вот это да сильная история но сейчас боковик в уровень остался высоким а то есть на первом на первом получасе развели всех а потом показали рыночный рост да ну кто заработал те молодцы ситуация сложная была надо было очень верить в себя в этой ситуации заработать надеюсь у вас это получилось индекс доллара друзья вчера снизился серьезно сегодня с гэпом ушел вниз 93 до 93 89 такая котировка ну явно явно идем на 93 64 нижней границы торгового диапазона такое достаточно правильное получилось у нас рыночное движение я имею ввиду с точки зрения тех анализа так что постоять вниз еще 30 40 пипсов вполне мне кажется можно поэтому это дает шанс еврику на рост я думаю что он пойдет сегодня на штурм 1 17 52 фунтик у дает шанс и он третий день растет кстати фунтик да да вполне себе подрасти ну хотя бы как минимум до уровня 1 32 32 560 я вполне вижу доллар иена уже какой день вниз пробили восходящий тренд его надо убирать уже закрепились мы в нем и мне кажется ближайшая цель здесь вот такая 110 38 ну вполне себе 30 пипсов можно постоять доллар франк вниз тоже хочет пробить 0 98 92 доллар канадец вниз причем так по серьезному давайте здесь обозначим такая цель вчера посмотрите как он протонул доллар канадец вниз я имею ввиду и цель здесь 1 29 81 50 пипсов тоже можно заработать австралийца правда вчера вырос сегодня снижается новозеландец вчера вырос сегодня снижается индекс доллара чуть-чуть приподнялся сегодня да и всех откинул видите малейший рост индекса доллара всех сейчас коллеги одну секундочку коллеги возвращаясь в эфир новозеландец тоже вниз смотрит золото вниз серебро вниз а и что случилось моменте а в моменте индекс доллара чуть-чуть буквально пошел в рост и начал всех разворачивать ну чё-то не верю ну чё-то не верю мне кажется что индекс доллара на часе должен должен хотя давайте смотреть не будем делать никаких выводов вот такой нас торговый диапазон здесь и будем за ним наблюдать пока мне кажется вниз но однозначно вниз про торговка флаг и вниз вот такая такой схематоз мне видится кстати по многим инструментам именно так и выглядит все коллеги но опять же внимательно смотрим сюрпризы могут быть на рынке все может быть глобальных новых новостей сегодня немного но есть пара серьезных новостей например госсекретарь сша опубликовал декларацию по крыму обычно просто выступает на эту тему с обозначением непризнание америка присоединения крыма к россии а здесь он сделал целую декларацию и в которой провел аналогию с непризнанием советскими странами стран прибалтики по декларации уэлиса 1940 года это такая опасная параллель конечно но наши конечно сразу отреагировали потому что сам формат декларации это знаете холодную войну тоже объявляли через декларацию и так далее но и сама декларация уэлиса она тоже очень сильно повлияла на внешнюю политику сша в отношении россии далее коллеги дональд трамп в этой ситуации неудивительно отказался от встречи с владимиром путиным осенью этого года другое время обещают назначить но пока ничего конкретного у нас нет вот по дате а вот текущая встреча на осень которую планировали пригласить владимира путина вашингтон уже точно не состоится но такой сильный накат на трампа идет и он видимо предпочитает все таки не ссориться с конгрессом с собственным госсегретарем с другими лицами которые активно в американской политике друзья фейсбук вчера удивил показал плохие отчетные данные ну и смотрите что произошло вот такое падение на двадцать два процента здесь на картинке мы падали по-моему на двадцать пять вот это блумберга картинка но в районе 160 160 долларов за акцию сейчас а было утром получается по 200 вчера вернее было под 220 да и получается что сильно сильный пробойных 25 процентов за один день это конечно серьезно ну и плюс ко всему лично суперберг марк супергер основной владелец руководителей фейсбука потерял 16,8 миллиарда долларов за вчерашний день поэтому если кто-то сегодня потеряет что-нибудь вот успокойте себя тем что суперберг вчера больше потерял 16 миллиардов за день друзья блумберг рассказал о чипе в футбольном мяче который путин подарил трампу сейчас еще эта история начнется пропустивший друзья российские новости пропустивший голосование по пенсиям депутат железняк подал в отставку с должности замзам секретаря генерального совета единой россии интересная новость министерство труда россии обсудит уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров слушайте я чувствую сейчас всех кому 50 60 лет всех по увольняют чтобы не дожить до уголовной ответственности руководителю ужас это очень серьезное действие она больше вреда причинить предпенсионерам чем пользу это я могу заверить просто бизнес тоже понять им нужна работа они люди 65 лет все-таки чекну болеет уже возможности не те понятно тут надо бизнес упрощать открытие бизнеса во всем мире с этим борются просто с ростом пенсионного возраста открыл упрощает максимально упрощают открытие бизнеса понимаете так чтобы это стоило 25 долларов регистрации чтобы открывала за 20 минут вот так во всем мире ты можешь открыть бизнес за 25 долларов 20 минут самый простой ну типа и пэ налоги практически никакие отчетность раз в году и по электронной форме никто тебя не проверяет толком ничего ну то есть пенсионерам дают как бы ну чуть-чуть подработать тут там где они могут знаете там экскурсоводы самые такие простые вот виды деятельности которые могут быть интересны любой вид деятельности бизнес можно открыть у нас настолько трудная бухгалтерия настолько трудная дорогая регистрация настолько трудное обслуживание бизнеса что это невозможно и у нас получается заставляет бизнес у трудоустраивать пенсионеров это другая сторона это невозможно бизнес и так еле выживает ну в общем без комментариев скажем так россиян заставят платить за защиту жилья от террористов новость интересная дополнительные расходы вроде бы я так понимаю государство должно защищать нас от террористов все-таки яндекс деньги запустит сервис микроинвестиции на бирже интересное решение битва трейдера друзья на кубок и трейд тв лучше соль лучше золотой мяч 2018 лидер владислав самородов 101 процент доходности за эти вот сколько ну почти четыре недели до на втором месте виталий кухта 19 процентов и на третье место вышел алексей штанг-кукер плюс восемь процентов доходность у другие коллеги также борются подробно разберем 16 00 друзья в китае мы давно не было у нас новостей из газеты женмин жибау это официально китайский рупор давайте мы новость и женмин жибау прочитаем вместе и посмотрим в китае будут выпускать электромобили mercedes-benz женмин жибау есть на русском языке и мерс и новые будут выглядеть электромобили вот так я почему хочу показать мне нравится симпатусик мерс электромобиль красавчик слушайте и оформлен сделаны линии все красивые цвета подобраны прямо хочу такой машина да так что друзья если хотите сделать себе подарок на новый 2019 год вот этот электромобиль mercedes я считаю очень подходит можете же не намекнуть я бы себе хотел ну что друзья давайте спросим монеты что она думает нефти wti вчера она была права сегодня смотрим бай видит второй не да второй день подряд вчера был бай сегодня бай двадцать шестое июля бай глобальные новости макроэкономики сегодня главная новость для без сомнения 1 14.45 и решение по процентной ставки ецб за июль как вы знаете ноль процентов ждут ноль но мало ли ну и естественно в 15.30 марио драги выступает пресс-конференция по его выступлениям всегда бывает расколбас поэтому 14.45 и 15.30 оставайтесь с нами будем вместе обсуждать смотреть на рынок пытаться на эти на этих движениях заработать спасибо всем друзья удачи сегодня на рынке